Друзья, всех приветствую. Я Ольга Буганова, город Москва, канал эстетической красоты и психологического здоровья. Снова с вами. Сегодня у нас шестая серия нашего антицеллюлитного крио-марафона. Моделирование фигуры с помощью холодных и горячих камней. Такой массаж можно делать 2 раза в неделю, не больше и чередовать его с другими методиками. Все то, что вы пропустили, можете смотреть в предыдущих сериях нашего крио-марафона. А сейчас мы работаем на передней поверхности бедра. Работаем горячими и холодными камнями. Тело мы уже зону разогрели, подготовили. Поэтому мы берем холодный камень, горячий камень. Здесь множество различных интерпретаций. После разогрева можно сразу брать бумеранги. Можно работать сначала горячим и холодным камнем. Можно сразу взять круглые камни. Суть заключается в том, что мы сначала прикладываем небольшой участок холодного камня и потом погружаем уже полностью основу холодного камня на клиента. Если мы начинаем работать горячим и холодным камнем, это могут быть какие-то короткие движения. Когда мы работаем, клиент уже не ощущает, где горячий, где холодный. Когда камень отдал холод, мы можем полностью его приложить и вести за горячим. Такие движения под углом 45 градусов. Также камнями можно формировать валики, тоже это очень удобно. Можно работать с подкожно-жировой клетчаткой. Также можно работать и холодными камнями. Что здесь важно? Один камень держать плоской стороной, а другой немного под углом. Старайтесь держать под углом 90 градусов. И тогда уже получится легко сформировать такой валик. Что нужно добиться? Когда мы формируем валик, нужно добиться, чтобы он достаточно был плотный и его центр, когда мы трогаем, он был достаточно напряженный. Валик без напряжения не дает хорошего эффекта антицеллюлитного. То есть это не будет хорошей проработкой подкожно-жировой клетчатки. И потом мы уже берем просто холодные камни. Здесь маленькие остались, можно маленькими поработать. Те же самые движения мы повторяем плоской стороной камни, передняя поверхность, боковая поверхность, камни друг за другом идут, так как они еще холодные. Они немного согрелись и можем перейти на внутреннюю поверхность, более чувствительную к холоду, теплу, воздействию. Помним, что воздействие холодных камней не больше 10 минут. Что может случиться? Может возникнуть отек. И мы добьемся совершенно противоположного эффекта. До 10 минут мы работаем на одной зоне холодными камнями. Можно их чередовать с горячими, если клиент немного замерзает. Но воздействие на одну зону не больше 10 минут. Когда вы только начинаете работать с камнями, вам будет удобно работать более маленькими камнями, чем работать более большими камнями. Но тогда придется маленькие камни более часто менять. Потому что они быстрее будут отдавать холод, если они горячие, они будут более быстро отдавать тепло. Друзья, приходите к нам на обучение. Оставайтесь на нашем канале, смотрите следующие серии нашего марафона. Подписывайтесь на нас. До встречи.